Катя и Валера молодая семья. Их старшему сыну два года. Младшему он спит в коляске 11 месяцев. Родить обоих Катя успела до 24 лет, а значит имеет право на матпомощь от государства. Ежемесячное пособие, президентскую выплату и единовременную в размере 108 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. На эти деньги семья купила дом в Комсомольске. Сейчас мы проживаем в квартире старшего брата на данный момент, а так мы купили дом в Комсомольске. В центре. Вот сейчас пока что там отопление у нас не подведено, потому что мы купили котел электрический, нужно подводить. И следующим летом мы планируем переехать в дом. Катя в городе одна, кто получил эти средства. Более распространенная семейная история попасть под продление президентской выплаты. Раньше ее давали при рождении первого ребенка и выплачивали до полутора лет ежемесячно. С января 20-го она будет начисляться до достижения ребенком трехлетнего возраста. Ну, поскольку мы с мужем растим ребенка одни, помощи у нас нет, у нас ипотека, очень сильно она нам помогает. Но если бы не было, ну, как-то бы работали дальше. Ежемесячно 10 142 рубля положены тем семьям, в которых средний душевой доход меньше 23 тысяч рублей. У Елены маленький сын. Она в декрете, а значит, каждая копейка на счету. Растить человека сейчас затратно. Очень дорого. От слова очень дорого. Потому что памперсы дорогие, смесь дорогая. Это фрукты, овощи, мясо, рыба. Это полноценное питание ребенку нужно. Также развивающие игрушки. Все хочется. Пускай не лучше всех, но и не хуже. Чтобы продлить получение выплаты, нужно обратиться в территориальный орган соцзащиты. Там же можно узнать и о других положенных от государства бонусах. Граждане, у которых родились дети в период, второй и последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, они уже обретают право на приобретение потечного кредита с льготной ставки 6%. Граждане, у которых родился третий и последующий ребенок, начиная с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, они имеют право на однократное погашение задолженности по кредиту с учетом задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Получателей президентской выплаты в городе 600 человек. Меры для молодых мам и матерей в декрете направлены на улучшение демографической ситуации. Должны стимулировать рождаемость. Но, разумеется, при планировании семьи молодые папа и мама учитывают другое. Деньги здесь не главное. Я детей рожаю не ради денег, а для себя. Во-первых, мы даже не знали, что какие-то там даже что-то выплаты. От вот этих вот 108 тысяч я вообще не знала. Я пошла оформлять родовые, детское пособие на второго ребенка. И там мне девушка в пятом окошке сказала, что есть сейчас такая выплата, и вы на нее попадаете. И вот мы ее оформили. Всего в регионе пять проектов, которые направлены на рост демографии. Мерами поддержки пользуются больше трех тысяч семей.